Ассортимент и оценка качества тканей. Название дисциплины. Основной продукцией хлопчатобумажной промышленности являются хлопчатобумажные ткани. Ассортимент хлопчатобумажных тканей очень обшивен. Основная их масса используется для нужд народного потребления. Ассортимент хлопчатобумажных тканей постоянно обновляется, так как создаются все новые ткани для удовлетворения требований потребителей. Расширяется использование штапельного волокна в последнее время и непрерывных химических волокон. Ткани, которые вырабатываются хлопчатобумажной промышленностью, делят на группы по назначению, способам выработки и иногда по характеру отделки. В настоящее время различают следующие группы хлопчатобумажных тканей. Она очень обширная, это ситцевая, бязевая, белевая, сатиновая, платьевая, одежная, подкладочная, пестротканная, тиковая, мебельно-декоративная, восовая, платочная, полотенечная, суровая, одеяльная, штучная, марли и медицинские изделия, тарная и паковочная, а также с искусственным шелком и технические. Ткани каждой группы различаются по артикулам. Артикул – это самостоятельный тип ткани, который вырабатывается в соответствии с техническими условиями и внесен прескурант под соответствующим номером. Ткани одного наименования могут иметь несколько артикулов, незначительно отличающиеся друг от друга по номерам пряжи, ширине, весу, плотности, а иногда и по переплетению. Например, в прескуранте имеется 9 артикулов ткани ситец. Ассортимент длинных тканей менее разнообразен, чем хлопчатый бумажный, однако большой удельный вес в нем занимают технические и тарные ткани. Из общего количества вырабатываемых льняной промышленностью тканей на долю белевых тканей и плательных приходится 28%, технических – 32% и тарных – 40%. К бытовым тканям относятся полотна, выпускаемые в большом ассортименте и незначительное количество костюмно-платинных тканей. В настоящее время бытовые ткани в основном используют на постельное белье, из них также шьют летние костюмы и брюки, реже – блузы. Для детских и женских платьев льняные ткани теперь практически не используются. Тканям бытового назначения относятся также скатерти, салфетки, различные полотенечные ткани, носовые платки. Ткани технические – они более грубые, тяжелые, отличаются большой прочностью, например, парусино-брезентовая, грубые полотна, бортовка и другое. Из них изготавливают производственную и спецодежду. Бортовка применяется в качестве прокладочной ткани при пошиве верхней одежды. Вырабатываемые льняной промышленностью ткани – чисто льняные и полу-линяные. Теперь мы идем к очень широкому ассортименту шелковых тканей. Однако группа тканей из натурального шелка с искусственным не такая многочисленная. Входящие в нее ткани подразделяются на креповые, гладьевые и фасонные. Креповые ткани включают наиболее легкие по весу ткани – это блузочные для летних и вечерних платьев. Эффект в этих тканях создается сочетанием нитей различной тонины. Чаще всего из нити натурального шелка образуется прозрачная ткань, создающая фон, по которому из наиболее толстых нитей искусственного шелка создается тот или иной рисунок. Вот, например, вы видите образцы шелковых тканей, которые отличаются по цвету, рассветке и по качеству отделки. Обычно это очень красивые ткани. Здесь мы видим более тонкие шелковые ткани, которые применяются для шарфов, платьев и так далее. Ткани из искусственного шелка с хлопчатобумажной пряжей – это еще одна группа. Туда включаются полушелковые подкладочные ткани. Из них из подкладочных тканей хочу особо выделить саржу, сатин-дубль и атлас. Саржа – это ткань с мелким саржевым рубчиком, основой из вискозных волокон. Уток хлопчатобумажный не крученый. Сатин-дубль – это массивная ткань атласного переплетения с гладко-блестящей поверхностью. Представляет один из лучших подкладочных материалов. Теперь у нас подгруппа тканей из синтетических волокон. Ткани из синтетических волокон наделены рядом очень ценных свойств. Они из нас устойчивые, прочные, упругие, благодаря чему изделия из них не мнутся и хорошо сохраняют форму. Легко стираются, при этом не усаживаются после стирки. Многие из них не требуют глажения. Не портятся от сырости, пота, морской воды и, что немаловажно, молеустойчивые. На виду с этим ткани из капрона и других синтетических волокон наделены рядом недостатков и специфических свойств, затрудняющих их обработку и требующих особых режимов в швейном производстве. Синтетические волокна не переносят высоких температур. Например, капрон размягчается при температуре 170 градусов, лавсан и они при 230-240 градусах, а не трон при 200-230 градусах. Количество тканей из капронов волокон непрерывно растет, они делаются все разнообразнее по структуре и назначению. Из капроновых волокон вырабатываются совсем тонкие, прозрачные блузочные ткани полотняного переплетения, более застилистые ткани, а также используются для блузок с полосками и клетками. Образуются за счет применения нитей различной толщины, добавления нитей из искусственных волокон и нитей фасонной крутки. Здесь я могу представить вам образцы ткани из синтетических волокон, которые очень популярны, смотрятся и выглядят как натуральные, хотя это стопроцентные ткани из синтетических волокон. Вот здесь, в данном случае, эти ткани не молеустойчивые, очень прочные, не мнутся, легко стираются, легко высыхают, скажем так, очень практичные в последней жизни. Хотя, конечно, у них имеются свои недостатки. Теперь мы перейдем к... Естественно, мы посмотрели все группы, ну не все группы, а основные группы ассортимента текстильных материалов. И имеются, конечно, распространенные дефекты. Распространенные дефекты оцениваются большим числом баллов, чем местные дефекты. Местные дефекты это дефекты, которые находятся вот на небольшой такой площади, скажем так, поэтому называются местными. У хлопчатобумажной ткани каждый распространенный дефект оценивается 11 баллами. У шелковых тканей за распространенный дефект дают от 8 до 18 баллов, в зависимости от степени выраженности порока и группы ткани. Например, шишковатость из особенностей вяжи в шелковой одежной ткани оценивается 18 баллами, а в шелковой подкладочной ткани 8 баллами. И хочу особо отметить, что в тканях первого сойта распространенные дефекты не допускаются. Пороки внешнего вида, они выявляются при просмотре ткани с лицевой стороны, при отраженном свете, на браковочной машине или на столе. Обнаруженным порокам дается бальная оценка, которая зависит как от самого порока, так и от группы тканей, то есть от ее назначения. Они могут быть распространенными по всему куску, это засовенность, полосатость, разнооттеночность и другие, скажем так, недостатки. И местными, расположенными на ограниченном участке, к которым относятся белизны, шелчки, пятна и другие пороки. Значит, качество ткани по сортам проверяют по наличию пороков внешнего вида, отклонением от норм по физико-механическим показателям и от норм прочности окраски к тем или иным воздействием. Сорт хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей определяется по величине общего штрафного балла, который обозначается B с индексацией О, который складывается из балла за наличие внешних пороков БВП и балла за несоответствие установленным нормам показателей физико-механических свойств B с индексацией ФМ, в том числе заправочным данным, то есть оценивается по форме, которые представлены на экране. Сорт хлопчатобумажных тканей определяют по физико-механическим показателям и порокам внешнего вида и устанавливают по наихудшему показателю. В связи с тем, что один и тот же порок внешнего вида в зависимости от его значимости в тканях различного назначения оценивается разным количеством штрафных баллов, при оценке качества весь ассортимент тканей, за исключением шерстяных тканей, подразделяется на группы. Вот мы видим хлопчатобумажные группы, которые делятся на 4 группы основные. Первая группа самая многочисленная, это платьевые, одежные и мебельно-декоративные. Вторая группа бельевые. Третья группа подкладочные ткани, тики и матрацные. Четвертая ткани с развязным ворсом. Таковых не так много, но это особая группа. Льняные ткани делятся на большее количество групп. Первая группа это столовые, к ним относятся скатерти, салфетки, вторая для постельного белья, третья полотенечные, четвертая одежные, пятая декоративные, шестая группа прикладные и паковочные, и седьмая группа технические. Шелковые ткани делятся на 4 группы. Первая группа ткани плательные, костюмные, блузочные, сорочечные, пальтовые, плащевые, для спортивной одежды и текстильно-галантивийные. Вторая группа это ткани подкладные, мебельные, обувные, пижамные, значит, для корсетных изделий и купальных костюмов. Третья группа ткани ворсовые, обувные, плательные, для верхней одежды. И четвертая группа это ворсовые, обувные и для коврус. Все, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok